Я использую цинковку. Он, конечно, наверное, сдохший, но тем не менее. Вот такая у нас пасека. Осталось просто его поднять. Сейчас я вам покажу, как это работает. Еще повыше. Эй, сильно не перебрасывай. Да блин. Маме все подай. Что, мокрое? Я начал немного добавлять в кадры уже свою жену, своих детей. А скоро она будет прям вести канал. Когда начнется огородные все дела. Наблюдайте. А, ну к чему я все клоню? Мы заехали в магазин, купили фанеру. Поедем на стройку. Ютуб сейчас проводит акцию, которая называется «Сиди дома». Эта акция посвящена защите от вирусов, этой всей беды, которая на нашу страну напала. Заодно я решил закрыть полностью тепловой контур. И мы решим с вами сразу много проблем. У меня уже не будет мест, где промерзает, продувает и так далее. Поэтому лестница, она неизбежна. И я подумал, что сделать ее стоит сейчас. Как же шикарно, что мы с вами набрали доски. Помните, вот в этом видео? Теперь у нас есть материал. Чего делать? Строгать доски из тесной сушки очень несложное и простое занятие. Электрорубанок справляется с этим на ура. Сейчас я подготовлю материал и повезу его к родителям в гараж. Не знаю, почему решил делать это все не здесь. Хотя знаю, я пока еще не разобрался во всех схемах, потому что большую часть придумываю сам руками. Поэтому лучше, когда инструмент весь под рукой в гараже, так легче, проще. Короче, поехали делать. В сотый раз порадовался за вместительный автомобиль. Никакой рекламы, но это первый в моей жизни фрезерный станок. И я хочу сказать, что мне очень понравилось им работать. Как вы понимаете, глубина паза обусловлена тем, что у нас должно войти туда входная дверь. И она имеет толщину 50. Это экструдированный пенополистирол с защитой и по 6 миллиметров две фанерки. Но так как там еще будет терморазрыв, мы делаем с вами 65 миллиметров на всякий случай. Ну а теперь мы должны просто все это скрутить вместе. Можно, конечно, использовать и черные саморезы, но я использую цинковку. Для тех, кому интересно, друзья, караед выглядит именно вот так. Я советую все доски обработать биозащитой. Он, конечно, наверное, сдохший, но тем не менее. Подготавливаю проем под будущий лаз. Каждый угол я решил стянуть на три самореза. И наш лаз готов. Скоро будем обрабатывать. Как вы, наверное, уже успели заметить, мне осталось отрезать два куска фанеры. Сделать им форму из бруска. Вложить туда экструдированный пенополистирол. И все это протянуть. Это будет наша тепловая защита выхода на чердак. И потом мы с вами займемся лестницей. Для обработки фанеры я решил использовать простой электролобзик. Пока у меня заряжается шуруповерт, я буду размечать вот это крепление. Это для того, чтобы, когда поднимается дверка, чтобы она защелкивалась. Нахожу центр и размечаю замок. К сожалению, не придумал ничего лучше, как высверлить его дрелью, а позже выровнять все это электролобзиком. И, конечно же, обязательно сформировать потай. Для этого использовал стамеску и молоток. Для утепления дверцы лаза я решил использовать экструдированный пенополистирол. Он, как никто, лучше справится с этой задачей. Мне просто нравится эта весна. То жара, то снег, то дождь, то клево вообще. Мы сейчас запениваем вот эту часть, вставляем туда экструдированный пенополистирол и закрываю крышечкой. Пена хорошо заполняет все швы, а также является отличным склеивающим веществом. Как-то в песне поется, снег кружится, кружится и тает. Но в нашем случае влага является отличным адгизирующим составом для будущей склейки стенок фанеры. Прикладываем крышку и протягиваем ее оцинкованными саморезами. Я вам обещал нормальный, строительный, хороший контент. Я думаю, сегодня он как раз и есть. Давайте я вам вот так покажу, если вам нужно будет... Ну, я потом еще, конечно, чертеж приделаю. Цифры все здесь есть. То есть отсюда можно, в принципе, перерисовать, если необходимо. Но я где-нибудь еще там эту ссылочку дам. Вот эта система, конструкция, это самое главное для этой лестницы. То есть вся сложность, по сути, только вот в этой штуке. Что я сделал? Я нашел чертежек, которых вообще в интернете мало, будем честными. Взял размер, переложил его в программу CorelDRAW и остальные размеры уже снял. Здесь так умно все сделано, что основных размеров, которые нам необходимы, например, сколько вот эта планка по размерам, нигде не указано. Я сделал расстояние между осями и расстояние, то есть ее полный габарит. Также и эти планки, и уголок, и так далее. То есть сейчас моя задача вот такую штуку изготовить, а дальше останется поставить пружины и уже варить лестницу. Сейчас я буду вырезать эти железяки. Не перестаю говорить главную свою фразу, друзья. Делаю конструктив так, чтобы это было на века. Конструкция, которую я собираю, она разительно отличается от той, которая продается в магазине. Этим самым я сейчас ответил на ваш вопрос, нафига Казе Баян? То есть для чего это все дело делать своими руками, если можно реально купить? То же самое, как с откатными воротами, которые я когда-то рассказывал, и многие говорили, блин, проще купить и не заморачиваться. И тут, наверное, тоже может быть и проще, но ту конструкцию, которую я сейчас сделаю, она будет прям крутая и крепкая. Как эта штука работает? Она находится вот в таком положении. Когда я начинаю открывать, то есть опускать, она раскрывается вот так. А вот здесь будет находиться ограничитель, который не будет давать ей открыться вот на такое расстояние, например. Все просто. Размеры, которые я вам показывал, оттуда не берите. Дополнительное ноу-хау, которое я здесь добавлю сейчас, это будет вот здесь проходить 20-я труба. И вот эта конструкция, она тоже будет соединена с двумя сварками, чтобы на них уже наварить лестницу. Получается, что деревянный короб является просто как заполнение. Все остальное и все главное будет держать сама металлоконструкция. То есть если даже деревяшка отвалится, то металл выдержит это все дело. Мне надо отпилить двадцаточки вот здесь и наварить трубу. Кстати, друзья, когда вот смотришь на конструкцию открытую, вообще становится все сразу прям понятно, легко. Когда ты ее придумываешь, то это сложно. Здесь все для вас вообще будет сейчас просто. Максимально просто понять. Пока я варю, вы разбирайтесь. По-моему, вариант получается не хуже заводского. В одном из моих предыдущих видео один из прикольных комментариев был. Так долго на сварку я еще не смотрел. Друзья, приготовьтесь, сегодня будет много металла. Прежде чем раскидать лестницу на три секции, я решил ее сварить в единое полотно. По моему мнению, так будет удобно. Теперь распиливаем на две одинаковых секции по размеру лаза. И третья секция будет остатком. Навариваю первую секцию на каркас примыкания к двери. Вырезать шарниры для лестницы оказалось дело совершенно непростое. Ведь нужно было приготовить по 12 изделий каждого варианта. Для того, чтобы они получились симметричные, я собирал их в кучу и зажимал в тиски. И обтачивал воедино. Самый интересный процесс – это сборка. А знаете, как мы сделаем? Мы поступим интересным способом. Я сначала приварю вот этот профиль, а потом буду варить вторую часть. Для меня шарниры – это вечная проблема. Это так сложно их все время собирать. Но я думаю, в этот раз мы справимся. Если сейчас у кого-то возникнет вопрос, он закономерный, нафига это делать, если это можно купить? Я отвечу просто. Я люблю делать своими руками и считаю, что… Да нет, не считаю. Просто хочу сделать своими руками и посмотреть по цене, выиграю ли я что-то, или было бы проще купить готовый вариант. Посмотрим. В конце я выложу смету. Покажу наглядно. Смотрите. Берем вот такой уголок, привариваем его вот сюда, с расстоянием определенным, чтобы потом вот эта штука могла вот так встать. Вот так. Для этого мы делаем расстояние. Вот такое. Сейчас я это приварю. Когда я был совсем маленький, я думал, что бенгальский огонь и сварочный электрод – это одно и то же. Наверное, поэтому сварщики часто пьяные, потому что у них каждый день праздник. В этой работе мне сейчас поможет моя любимая супруга, и мы сделаем это намного быстрее. Сейчас мы отшлифуем наш лаз, и она его будет красить. А я буду зашлифовывать в это время лестницу для того, чтобы тоже ее покрыть грунтом. Как вы уже поняли, у Дениса пока нет профессиональной шлифмашинки, но какие наши годы. Выпирающие головки саморезов я решил вточить углы шлифовальной машинкой. По-русски болгаркой. Да, да, да. Сейчас внимательный зритель, конечно же, скажет, почему-то не одел жене очки. Друзья, по секрету, у нее контактные линзы. После хорошей проточки наших изделий, пришло время разобрать это все на секции для дальнейшей покраски и грунтовки. Точнее, наоборот. Да, работать вдвоем, конечно, намного удобнее. Жена, как всегда, помогает мне в трудную минутку. Я даже не представляю, что бы я делал без нее. Это моя помощь и опора. Перед покраской решил еще раз все собрать, проверить, чтобы все соединения хорошо закрывались и слаженно работали. Я думала, что сейчас херахнет по руке. А я все умно сделал. Нет, я думаю, просто так совпало. Все, разбираем шплинты, разбираем лестницу подетально и начинаем ее красить. Посмотрите, какая точная подгонка секций. Был небольшой страх за то, что после сборки я могу перепутать примыкание деталей. Как оказалось, этот пазл по-другому и не сложить. В общем, универсальную краску. Внимательный зритель заметил в левом углу небольшое количество ульев и магазинов. Скоро здесь их станет больше. Мы расширяем пасеку. Кстати, через пару минут я вас с ней познакомлю. Так, ну тут все просто. Мы устанавливаем нашу фиксирующую закрывашку. Для этого я просто сделаю такие небольшие отметочки. И вот на вот эту глубину мне надо сделать врезку. Мне хватило всего половины дня, чтобы научиться работать фрезером профессионально. Это такая классная штука. Молодец тот дядька, который его изобрел. Пора собирать наше изобретение в кучу. Пойдем, так сказать, от общего к частному. Начинаем с короба. Теперь правильным вариантом было бы собрать металлический каркас. И после чего уложить его внутрь нашего будущего лаза. Для тех, кто решит повторить этот замечательный короб на чердак, все размеры я показывал в начале ролика. Если вам этого не будет хватать, пишите в комментариях. Я с удовольствием отправлю вам свои чертежи. Пользуясь случаем, в который раз хочу поблагодарить вас за ту поддержку и ту помощь, которую вы оказываете мне, вашими комментариями и советами. В каждом предыдущем видео я нахожу кучу отзывов и полезной информации для своей стройки. Спасибо вам большое, друзья. Ну что, примеряем. Вроде все, что можно было, уже померили. Проходит? Проходит. Хорошо. Теперь нужно сделать ограничители. Они пойдут отсюда и туда. Друзья, хочу еще раз сделать акцент на то, что каждая деталька в этой конструкции собрана своими руками. Здесь нет вообще ничего покупного. Поэтому, пожалуйста, не судите строго. Друзья, давайте сейчас чуть-чуть отдохнем. Посмотрите, прикольный видос. Устал на стройке. Лучший перед их, я вам гарантирую, это любимое увлечение. А в моем случае любимое увлечение это пчелы. Поэтому сейчас я вас немножко познакомлю, как тот самый медок, который вы у меня покупали этой зимой, у меня, собственно говоря, рождается и появляется. Дополнительно еще начинающих пчеловодов на нашем канале буду обучать бизнесу. Поэтому, если хотите, небольшой свой стартап в медовом бизнесе, смотрите канал, подписывайтесь и вам это тоже, наверное, может помочь. Начинается мой пчеловодческий сезон именно с апреля. Потому что в нашем регионе пчел мы выставляем именно в апреле. И вот разные числа, это бывают 15-е, бывают первые числа. Вот в данном случае у нас в начале апреля уже все готово. То есть тепло, снег уже сходит, пчелкам надо облетываться. Мне позвонил мой друг и сказал, что сегодня мы будем выставлять в ночь пчел. И я еду туда. Порой бывает реально, устаешь на стройке, прям вот капитально устаешь, не знаешь, че, блин, ну все, устал, устал. Собираешься, садишься в машину, едешь к своим пчелам и получаешь такое несказанное удовольствие, друзья. Мы едем на пасеку. Что там пчелки? Выставляться надо, да, скорее? Так или уже облетываются, но. Вот так, друзья, и все, и уже все выставлено. А вы думали, это долго? Пойдемте, покажу, че мы сейчас делаем. Иван. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы пролечиваем пчел. Это делается всегда перед тем, как входить в сезон. То есть тот мед, который мы сейчас якобы заразим этим фумисаном, он будет съеден свежим расплодом. Это лекарство в продукт, в конечный мед, конечно же, уже не попадет. Фумисан применяют весной до начала медосбора и осенью, после откачки меда. Смотрите, как мы это делаем. Готов? Открываем положок аккуратненько и помещаем пластинку между третьей и четвертой рамочкой. Вот такая у нас пасека. Строительный момент еще один скажу. В этом году на месте, где стоит снегоход, мы хотим поставить еще один дом. Поэтому тоже будет контентик. Это будет каркасное строительство, и вам будет интересно. Продолжение следует... Друзья, ну вот мы и приехали на место старта. Что хочу сказать. Еще осталось какое-то небольшое количество меда в 5-килограммовых баночках и в банках по 1,5 килограмма. Поэтому там немного вообще. Поэтому звоните, заказывайте, отправим без проблем. Так, друзья, ну я на месте. Теперь нам эту штуку надо поднять наверх, как-то распереть ее там и зафиксировать. И вес ее под соточку. Ну, это я сделаю вот так. Как оказалось, это не так уж и легко. Промежуточный процесс выглядит примерно вот так. Но уже сейчас видно, как прикольно эта штука выглядит и будет работать. И вообще надо все это дело теперь распереть. Сейчас наша задача растянуть саморезами этот лаз в проеме с пазами в 2 сантиметра с каждой стороны. Для стяжки я использовал глухарь 10 на 150. В моем случае это оптимальный вариант. Хорошенько пропениваем швы, для того, чтобы не осталось ни одного пустого продувающего промежутка. В дальнейшем я решил, что еще буду формировать чердачный вход со своей дверью. Это не потому, что я боюсь промерзания этого короба, а для того, чтобы пыль и прочая грязь не сваливалась в дом при открывании люка. Ну и плюс, конечно, дополнительная теплозащита. Возможно, на первый взгляд конструкция кажется громоздкой, но поверьте мне, друзья, она очень даже изящна. Что еще не доделано? Вы видите две пружины и они стоят не на своем месте. Это я буду переделывать. Я их подниму чуть выше, когда доделаю лаз. Это единственное, чего пока не хватает. В остальном вся конструкция работает. Работает очень даже неплохо. И теперь осталось просто его поднять. Когда я доделаю пружины без перелома, уходящие наверх, они будут подтягивать наш люк сами. В данном случае они немножко ломаются. Вставляем в отверстие. И все, и люк закрыт. Теперь открываем его. Вставляем. Оп, поворачиваем. Открываем. И просто... Вытаскиваем на себя лестницу. Уверен, что у вас получится сделать намного лучше меня. Друзья, поделитесь своими идеями, своими мыслями в комментариях. Это будет очень полезно для тех, кто планирует создать нечто подобное. А если вы поделитесь этим видео со своими друзьями, то я буду просто бесконечно счастлив. Ну а я в свою очередь прощаюсь с вами до будущего видоса, который будет в следующую среду. До скорых встреч. Пока. Пока.